Замечательно, так чудесно быть в церкви, в церкви, где проповедуется о благодати. Вы знаете, за эту поездку Бог меня многому учит и смиряет сильно, и показывает, насколько чудесно, что мы в этом служении, что мы не просто знаем о благодати, но мы переживаем, мы испытываем действия благодати Божией. Это здорово, это здорово, что у нас есть завершенная работа Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы поговорить, так как мы с вами сейчас находимся в кануне Рождества Христова и празднуем этот замечательный праздник. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Здесь говорится, что Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом прежде, нежели они сочетались. Оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иисус же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сия ангел Господень, явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся, принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Первая мысль, как я хотел бы обратить ваше внимание, о том, что здесь говорится, что Рожденное будет от Святого Духа. То есть мы видим здесь действие Святого Духа. Это очень важно. Почему? Потому что мы часто, очень часто говорим о Слове и питаем свой разум. Но нам необходимо питаться от Духа Святого, питать свой Дух. Почему? Потому что в нашем Духе вера, в нашем Духе находится живущий Христос, да, Он там внутри нас. Поэтому очень важно, чтобы мы могли напитать нашего внутреннего человека. И здесь очень четко это видно. Вторая мысль, 21 стих. Родить же сына и нарекут ему имя Иисус. Очень важно, чтобы мы понимали, что Иисус один, кто имеет силу победить грех. То есть не я и он боремся против греха, но он один, он спаситель. Поэтому вот эти мысли, они интересны в свете 6, 7 и 8 глав послания к римлянам. Потому что мы уже многие с вами здесь во Христе, многие годы во Христе. И нам важно увидеть тот конфликт, который происходит внутри нашего внутреннего человека. Но прежде чем мы посмотрим из римлян 7 глава, давайте обратимся к Галатам и посмотрим на один стих. Итак, у нас есть два принципа. Мы знаем, что есть закон жизни. Говорится, он во Христе Иисусе. Это закон жизни, правильно? Во Христе. А второе есть закон греха и смерти. То есть он находится где? В наших членах, да, то есть в нашем теле. И другими словами происходит борьба. Знаете, если бы мы могли бы с вами принять все больше и больше информации, и принять больше информации, то, что мы, может быть, не знаем еще из Слова Божьего. Эта информация могла бы нас спасти от греха, но так не происходит. Понимаете? Вот почему очень важна эта мысль. То есть он родился от Святого Духа. Было действие с небес. Да? И это произошло. То же самое по благодати Божьей, слава Богу, по благодати, не по нашим делам. Было действие с небес. Момент времени. И наше сердце, оно открылось для Господа. Это очень важный момент. Итак, Галатам, 3 глава, 20-21 стих. Но прежде давайте рассмотрим стих 11. А что законом никто не оправдается перед Богом? Это ясно. Ну, иногда, может быть, мы слышали много раз, но в процессе нашего хождения с Богом, когда мы растем во Христе, иногда как-то эта вот истина, она уходит в сторону. Понимаете? Уходит в сторону. Потому что нам необходимо всегда назидание. Вот почему важно приходить в церковь, назидать наш дух. То есть, назидать, чтобы наш дух был сильный, полон благодати, полон истины. И мы могли бы противостоять козням дьявольским. И здесь говорится вот о чем. Итак, что законом не оправдается перед Богом, это ясно. Почему? Потому что праведный верою жив будет. Замечательно, правда? Мы это все знаем. Но дальше, в 21 стихе, я помню, замечательную проповедь пастора Шайлера. Годы, годы спустя. Ну, знаете, он мастер. Вот он мастер на точность слова. Он как художник. 21 стихе говорит. Итак, здесь говорится о законе. Закон противен обетованиям Божьим? Вопрос. Противен ли обетованиям Божьим? Нет, он хорош, он свят, он добр. Но закон что нам говорит? Он говорит, не делай вот это, 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 это и это, и это не делай. То есть, дает нам знание о том, что нам делать нельзя. Но затем приходит нечто в нашу жизнь. В какой-то момент времени, как рожденных свыше верующих. Бам! И мы падаем. Вроде все знаем, вроде столько уже лет. И приходим в церковь. Что происходит? И вот посмотрите, интересно, дальше говорится. Ибо если бы дать был закон, могущий животворить. Правильно? То есть, который мог бы нам через это знание закона и правильных вещей дать нам еще и силу. Силу. Верно? И силу. Но оказывается, здесь Писание говорит о том, что то тогда подлинность, правильность была бы, что? От закона. Закон нам указывает на то, что нам нужно делать, но не дает нам силы это исполнить. Понимаете? А где же сила? Давайте обратимся в послание к римлянам. Итак, эти вот две, три центральные главы, просто я упомяну их, 6, 7, 8. То есть, главы замененной жизни. Не измененной жизни, а замененной жизни. И здесь очень интересный есть аспект. Девятый стих, 7 главы. Я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех что? Ожил. Понимаете, когда мы с вами фокусируемся на законе, хотя он добр, хороший, свят. Но этот закон не производит во мне силы, которая могла бы противостоять закону греха и смерти. Но когда мы с вами фокусируемся на том, что Иисус, Он Спаситель, Он полон благодати и истины. Он заплатил цену за прошлые и сегодняшние и будущие грехи. Его кровь, Его крест и Его Слово, дело сделано. Когда мы фокусируемся на этом, то есть, отрываем фокус от себя, отрываем фокус от закона, говорим, Он, что-то внутри происходит. Понимаете, что-то внутри происходит. И вот здесь вот, 8 глава, здесь говорится, итак, ныне сейчас нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И однажды я спросил, пастор Шаллер, ну, это еще в Венгрии было, когда я учился, а как это понять, этот стих? Ну, вроде как бы первая часть хороша, слава Богу, нет осуждения, мы во Христе. А ну, а вторая часть, говорит, а со второй части проблем тоже нет, я говорю, а как, объясните. И вот Он говорит такие слова, что мы с вами в 6 главе послания к кремлинам уже не живем. Мы уже не живем. Сомневаетесь? Давайте посмотрим. 6 глава послания к кремлинам. 4 стих. Итак, мы погреблись с Ним, крещением, куда? Смерть. То есть мы уже что? Не живем. Мы не живем. То есть закон уже потерял власть над нами. Почему? Потому что мы умерли с кем? С Ним. То есть не один Он умер, но мы умерли с Ним. Поэтому нам необходим вот этот живительный закон Духа. То есть чтобы и Он, когда мы свои глаза поворачиваем на Христа, на Его благодать, на Его милость. В Библии написано, что милость Божья, что делает? Она превозносится над судом. То есть милость. Не суд праведный, да? Вот закон. Он не превозносится над милостью, но милость превозносится над судом. Почему? Потому что мы умерли с Ним. Верно? Ну а дальше говорится, посмотрите, вторая часть стиха. Дабы или чтобы, как Христос воскрес из мертвых, как? Как Он воскрес из мертвых? Сам? Милостью. Вот, правильно. То есть не Сам. То есть не Сам. Он воскрес не Сам. То есть было действие Святого Духа. Он воскрес не Сам. И дальше говорится, точно так же нам нужно ходить в обновленной жизни. А что это значит? А это значит, нам нужно вот то же самое, что произошло с рождением Иисуса. Он был зачат как? Духом Святым. Было действие кого? Духа Святого. То же самое наша жизнь обновляется, когда мы испытываем действие Святого Духа, действие благодати. Мы как-то каким-то образом видим, ощущаем Его руку, да? То есть мы фокусируемся на Нем. Мы говорим, Господи, милость Твоя превозносится над судом, превозносится над законом. Ты дал мне праведность. Ты посадил меня куда? Да? На небеса. Я в Тебе. И в Тебе действует этот живительный закон какой? Да? Жизни и Духа. То есть вот мне нужно. Мне не просто нужна правильная доктрина. Она важна. Но в том случае, если она ведет меня куда? К жизни. Правильно? К жизни. То есть к жизни моего внутреннего человека. И слава Богу, что мы с вами имеем этот закон Духа и жизни во Христе Иисусе. Что мы там находимся. И нам нужно взирать на благодать. Аминь. 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 Аминь.